Добрый вечер, мои дорогие подписчики и гости моего канала «Измени свою жизнь». Мои дорогие, по вчерашним видео вы очень много написали мне рекомендации, мне очень приятно это и спасибо вам огромное. И я вот спрашивала, что я буду, решила провести еще один разгрузочный день, голодание на воде в течение суток. И от вас поступило очень-очень много предложений, может так, может и так сделать. Спасибо, мои хорошие. Вот Олечка Федотова написала, что возможно нужно понизить колораж. Кто-то пишет, что не нужно вообще этого делать. Людочка Обчинникова наоборот приветствует, говорит, Лена, обязательно делай один раз в неделю, это глубокая очистка. И пусть организм отдохнет. Да, мои хорошие, я считаю, что разгрузочные дни на воде или сухое голодание действительно очень полезно. И это меня не пугает, это меня даже радует, потому что действительно сам организм вот просит этой разгрузки. Я постоянно в состоянии того, что я слишком много ем. И тут дело даже не в том, что я хочу опять как-то скинуть сколько. Ну, если уйдет вес, это будет прекрасно, и наверняка там сколько-то и уйдет. Но в основное то, что я вот как-то хочу дать отдохнуть своему организму, потому что вот, ну, просто как бы просит он этого. И еще, мои хорошие, очень много вопросов по поводу того, что чем я пользуюсь из косметики, вот эта тема очень многих волнует. И вот сегодня я получила от Светочки Базылевой, правильная фамилия, надеюсь, говорю, чтобы я показала, какими масочками, какими средствами за уходом за кожей я пользуюсь. Мои хорошие, я обязательно сделаю видео, покажу, чем я пользуюсь. Мой уход очень тоже экономичный, но действенный. И я вас уверяю, что можно ухаживать за своим лицом и телом, недорого, качественно, и радовать себя и свой внешний вид в зеркале. Очень простыми средствами. Я обещаю, Светочка, что это видео выйдет, и все, кто интересуется этой темой, обязательно, обязательно выставлю. Оля, у меня очень много задают вопросов. Оля, я буду отвечать на все ваши вопросы. Не переживайте, держитесь, мы с вами. Очень много у меня вопросов по поводу того, можно ли мой колораж применять к себе. Нет, мои дорогие, конечно, нельзя. Дело в том, что мы возраста разного, мы веса разного, у нас все разное. И индивидуально к каждому рассчитывается, колораж рассчитывается к каждому в отдельности. И если вы будете применять мой колораж, то либо вы будете худеть, не будете худеть. Тут все под вопросом. Надо худеть на своих, как говорится, цифрах, и применять чужое совершенно не стоит. И многие пишут, что вот, Лена, мы решили вас копировать, худеть на ваших колориях, дневном колораже и так далее. Девочки мои, дорогие мальчики, этого делать не надо. Давайте я всем вам рассчитаю. Я никому не отказываюсь. Считаю всем. Кто желает сам посчитать, я отправляю ссылки. Можете сверять то, что посчитала я, и посчитаете вы, потому что вы более качественно можете себя оценить. Вы видите себя в полный рост. И картинки, которые там прилагаются, вы можете сравнить и понять, сколько, допустим, процентов жира в вашем теле. И посчитать вы, конечно, можете более верно. Но я еще раз говорю, мои хорошие, не надо копировать меня. Это все индивидуально. И то, что, допустим, возможно, мой колораж будет вам слишком маленький, а может кому-то слишком большой. Поэтому я всем посчитаю. Я всем посчитаю. Пишите. Но только, пожалуйста, не надо ничей опыт применять. Вы на своем опыте обязательно все похудеете. Будете самой стройной, красивой и счастливой. И когда вы увидите свой результат, хотя бы через неделю, у вас совсем другое состояние. Вы поймете, что вы можете меняться, что вы улучшаете свою внешность. Изменится все, мои дорогие. И вам захочется менять не только свой гардероб, но и что-то внутреннее. Меняется все. Когда уходит вес, меняемся мы. Мы начинаем по-другому все мысли. Нам приходят другие мысли, слава Богу, хорошие. И мы начинаем действовать согласно новому нашему преображению, которое обязательно нас радует. И я много раз вам говорю, вот я когда только начала худеть, помните, мои дорогие, я обязательно себе подделала подарочки. Я покупала себе какую-то косыночку, я их люблю. Ну, какую-то даже мелочь. Какой-то крем или какую-то косыночку, или духи. Но я обязательно себе делала вознаграждение. Когда я потеряла свои, скинула свои 10 килограмм, мои дети подарили мне очень красивую косынку. И я это никогда не забуду. Это здорово, когда мы меняемся, когда мы к чему-то новому стремимся. Поэтому, мои дорогие, пожалуйста, никого не копируйте. Если нужно, я посчитаю, и именно тот колораж, который будет соответствовать именно вам. Итак, мои дорогие, сегодня мой прием пищи был ужин в 7 вечера. И я закрыла свое пищевое окно. Ориентировочно я до 7 часов завтрашнего дня. Ровно будет 24 часа голода. Но я посмотрю на свое самочувствие. И, возможно, я продолжу также 36 часов. Но завтра мы с вами увидимся. Я расскажу о своем состоянии, повторного своего голодания. И буду ли я продолжать 24 или 36, это уже вы узнаете. Завтра, мои хорошие, пишите, задавайте свои вопросы. Вы наверняка видите, что я отвечаю всем и всегда, даже с опозданием, мои дорогие. Итак, кому понравилось мое видео, не забудьте поставить лайк. А кто не подписан, не забудьте подписаться. И все мои дорогие, не пожалейте поставить лайк. А пока, пока-пока.